Сегодня у нас в Сибири по календарю еще лето, а на улице довольно прохладно, ночь уже было практически ноль, утром плюс три всего, конечно, сейчас день начинает разгребаться, но все равно это не тропики. Наверное, поэтому самый частый вопрос, который мне задают, чем же я питаюсь зимой на сыроедении. Так как я на нестрогом сыроедении, то есть позволяю себе и продукты пчеловодства, и различные масла в салатах, то мой путь совершенствования сыроедения, он еще далеко не закончен, и с каждым годом что-то у меня изменяется. Я не знаю, какой по рациону будет зима, которая придет, но могу вам рассказать о моем рационе прошлой зимой. Самое главное, что я хочу отметить, что прошлой зимой с наступлением холодов у меня начался жуткий жор. Ну, в общем-то, как и прошлую, позапрошлую зиму, и вообще даже вот эти дни, когда у нас сейчас холодно, количество съедаемых продуктов возрастает. Я думаю, это совершенно нормально, так как летом тело не тратится вообще на свой обогрев, нужна только энергия для движения для мозга, а ее достаточно, в общем-то, из нескольких фруктов. Но зимой мне обычно хочется больше сладкого. Я думаю, может, это связано с тем, что я который раз студентка, и с 1 сентября у меня начинаются занятия, и, видимо, после сентября, в октябре мозг начинает уже просить больше сладенького. И вместе с тем начинает тянуть на более жирную пищу. То есть, если летом я могу делать салат и положу туда маленькое масло, или, может, даже и не положу, но прошлой зимой я прям фанатела по-жирненькому, наливала маслице в салат, чередовала и оливковое, и подсолнечное масло, и горчичное, и льняное, и всякое разное. Ну, или сочетала сладкое с жирным, хотя, конечно, это не самое лучшее сочетание. Так что в моем рационе прошлой зимой часто были ореховые сластенки, как я их называю, то есть орешки. Обычно это миндаль, я очень люблю миндаль, или абрикосовая косточка, реже фундук, еще реже кешью, хотя, несомненно, он вкусом привлекает, но по его воздействию на организм, на самочувствие, я даже не знаю, я его себе не позволяю очень часто, потому что вижу, что есть огромная разница, или я съем кешью, кешика, или я съем миндаля. Так вот, размоченные миндали в блендере с ложечкой меда, с бананом, взбиваю, добавляю еще немножко мороженых ягод, и получается такой сладенький десерт. Также прошлой зимой в моем рационе было много авокадо. Вообще, для нашей местности это прям ноу-хау, то, что сюда стали завозить авокадо, и то, что я могла их, в принципе, вообще найти в магазине, достаточно много. Я, если видела авокадо, я старалась взять прям штук 10, тем более, что они были зачастую недоспелые, и, в общем-то, потихонечку, по мере их созревания, кушала. Также к авокадо пристрастилась моя мамочка, и мы вместе с ней делали теплые авокадовые супы. В общем-то, рецепт авокадового супа у меня возник спонтанно, как раз-таки, когда захотелось чего-то тепленького съесть. Он элементарный. Я брала овощей любых, или это капустка наша с огорода, или морковка, или покупала сельдерейные стебли в магазине. Также мы сохранили с лета замечательную вещь, корень петрушки, то есть по форме, как морковка, корешок такой, только белый, пряный, петрушковый корень. Вот, либо то, либо другое, либо третье, либо десятое, я натирала на терочке, нарезала на кусочки, складывала все в мисочку, посыпала специями какими-то, если мне хотелось, и тогда уже авокадо очистила, брала, ну, нам с мамой как раз одного авокадо хватало, мне половинки авокадо, я взбивала его в блендере с теплой водой, быстренько взбивала, заливала эти овощи, и получался такой авокадо, как будто бы наваристый супчик. Ну, в общем-то, мне очень понравился этот рецепт, и это было прошлой зимой моё спасение. Ну, самое главное, я не сказала то, что у нас свой большой огород, и мы теперь стараемся садить меньше всяческой картошки, а больше заготавливать на зиму капусты, морковки, сушим зелень, чтобы потом эту зелень можно было также добавлять в салаты, и в какие-то вот эти авокадовые супчики, также корень петрушки, и немножко там тыквы, того-сего. То есть, вот осень вообще я живу без проблем. У меня осень получается, ну, прям сезонное питание, я ем практически одну морковку, потому что только осенью я её люблю, в остальное время года я не люблю морковку. Мне нравится именно осенняя, только что собранная морковка, ароматная, полная сока, эфирных масел. А, ну, и ещё очень важно то, что осенью также у меня в пару к морковке идёт хурма. Зимой мы делаем больше салатов из капусты. Вот в прошлую зиму с удовольствием ели очень много капустных салатов, в разных вариациях, в общем-то, с разными специями, с маслицем. Также у меня папа фанат помидоров, и мы их ростим всегда очень много, и, в общем-то, бывает, что помидорки доживают до декабря месяца. Самая-то большая проблема начинается с рационом как раз-таки ближе к весне, когда и тело малостью встаёт от постоянной работы, учёбы, и вообще уже чувствуется дефицит солнечного света, солнечного тепла. И вот тогда я начинаю больше покупать. И стараюсь покупать больше таких овощей, как редька, хотя мы её тоже заготавливаем, но обычно уже ко второй половине зимы мы редьку всю съедаем начисто. Редьку я закупаю, зелёную редьку, и делаю также с ней различные салатики, особенно там редька, сельдерей и авокадо, например. И вот именно во вторую половину зимы приходится себя баловать, и я начинаю баловать различными замороженными ягодами, уже покупными, так как, к сожалению, наших запасов на всю зиму не хватает. Не получается у нас назаготавливать столько ягод, чтобы нам хватило на всю зиму, тем более что, ну, это глупо будет просто заставлять весь дом морозилками, только чтобы себе ягод приготовить. В принципе, можно и покупным перебиться заморозками, тем более что просто нужно делать это с умом. Как делаю я? Вот не очень я фанатка проростков, но именно во вторую половину зимы, начало весны, я делаю злаковые кашки. Беру либо пшеницу, либо рожь, либо овес, проращиваю, дальше забрасываю в блендер несколько ложек проростков, добавляю бананчик, добавляю несколько ложек ягод, взбиваю, и получается замечательная кашка, которую я ем за милую душу. Если мне хочется подслаще, я добавляю немножко меда или пару фиников. И в общем-то, такие кашки, они очень сытные, и как вы можете себе представить, что вариантов приготовления просто много. Ну, конечно, как у любого человека у меня есть свои пристрастия, я безумно люблю малину, она мне ни капли вообще уже несколько лет не надоедает. Я обожаю именно в это время года, то есть вторая половина зимы, и именно так было прошлой зимой, чернику стараюсь добавлять в коктейли. Ах, да! И, кстати, насчет коктейлей. Зимой я делаю их не так часто, потому что, в принципе, не хочется уже столько коктейлей. Как вот, например, летом мы сейчас едим много бананового мороженого, конечно, зимой такого не будет, мы можем там походочку раз в месяц, раз в пару недель. Но коктейли делаю зимой не часто, и обычно они очень простые, уже без зелени, так как сушеную зелень я в коктейле не люблю, и вообще как бы не сушим мы там всякий салат, и такую зелень, которая была бы в коктейлях вкусна. Поэтому я делаю коктейли просто банан, просто какие-то ягоды, несколько ложек, и, например, широт расторопши, который полезен для печени. Также в начале прошедшей весны я сделала прекрасное приобретение, купила у Ивана Богоявленского его замечательный солнечный камень. Это плиточка, которая держит температуру примерно в районе 30-60 градусов, то есть можно выставить смело ее на сушку 40-45 градусов и готовить замечательные хлебцы. Так что с начала прошлой весны мы еще и всей семьей ели вкуснейший хлебушек. Самый простой рецепт. Перемалываю льняное семя на кофемолке, развожу водичкой, добавляю специи, очень вкусно с чесночком, иногда добавляю немножко пшеничной клетчатки, и формирую лепешечку на плиточке. И, в общем-то, за ночь у меня высыхает хлебушек. Такой хлебушек очень вкусный, его тоже можно сделать по-разному. Еще один из моих любимейших рецептов, это когда я добавляла в тесто стебли сельдерея и лучок размалывала, тогда получается ароматный хлеб, и даже делала такие бутерброды. А, один нюанс, если вы захотите сделать себе сухой хлебушек, то его нужно разделять на кусочки еще, пока он не засох. Сразу, как только выложили на плиточку, сразу поделить на кусочки, потому что он засохнет потом, и его будет очень сложно порезать или разломать, он просто будет крошиться. Так вот, я с таким хлебушком делала замечательные бутерброды. Например, взбивала авокадо с овощами, там, с морковкой, например, немножко чесночка, получившуюся густую пасту я намазывала на этот хлебушек, украшала различной зеленью или кусочком огурчика или помидорчика. Иногда брала в магазине. Конечно, это такая химическая бяка, ну, иногда хочется, редко, но все-таки. Еще про одну замечательную штуку забыла сказать. Это зеленая гречка. Как я уже упоминала раньше, про ростки я не очень люблю. И зеленая гречка не исключение, я не нашла в ней какого-то особого вкуса, вот так, чтобы прям без соли и без специй съесть. Но я нашла для себя отличный рецепт паштета зеленого с зеленой гречкой. Я просто брала проростки зеленой гречки, добавляла авокадо, немножко соли, немножко специй, чесночка. Все это взбиваю и использую также как пасту на льняных хлебцах для вкуснейших зимних бутербродов. Что еще у меня было прошлой зимой? У меня было огромное количество чая. Но чая именно зеленого, травяного. Многие сыроеды делают настои, но до такого уровня я еще пока не дожила. И начала я делать настои только когда у меня появилась опять же плиточка, солнечный камушек, на который очень удобно поставить кувшин с водой, туда накидать ягод сушеных, шиповника, трав. И там в тепле с температурой примерно 40-45 градусов это все хорошо настаивается. А прошлую зиму я пила много именно чаев. Мой фаворит это всегда шалфей, иногда шиповник, душица, липа, малина, смородина. И все разнообразие вкуснейших трав. Ну, не знаю, как будет этой зимой, возможно, я уже перейду на настои. А может и нет, я как-то на этот счет вообще особо не заморачиваюсь. Очень частый вопрос про орешки, и надо, наверное, еще к нему вернуться. Зимой бывает просто хочется очень, ну, как я говорила, уже жирного, и нападаешь на орехи. Но я себе стараюсь остановить, стараюсь больше съесть какого-то салата или сделать тот же авокадо и теплый супчик. Но орешков кушать не каждый день и немного. Орешки обязательно я размачиваю. Чаще всего это миндаль или ядрышки абрикосов, абрикосовая косточка. Ну, вот буквально горсточку, не знаю, штук 15, наверное, вообще не будет больше. 10-15 орешков. Потому что если орешков переесть, то прям ощущаю, что ты тупеешь. И вообще я не уверена, что те орехи, которые продаются у нас в магазине, что они сырые. К сожалению. Грецкие орехы я ем не часто, как-то не особо я его хочу. Но иногда покупаю, потому что муж любит. И иногда съедаю маленько, беру исключительно в шелухе. Причем стараюсь очень тщательно выбирать, чтобы орешек был цельный, чтобы его, как сказать, попочка была без дырочки. Да, не смейтесь. Потому что именно такие орешки цельные, в которых нет никаких щелочек, нигде дырочек. Они самые нормальные, вкусные. В общем-то я не знаю, может быть что-то и упустило, а может быть и нет. Потому что я не скажу, что мой рацион в прошлую зиму вообще был какой-то разнообразный. По сравнению с позапрошлой зимой, с позапозапрошлой, когда у меня был жуткий еще сыроедческий жор, и меня болтало туда-сюда, желтая-болтая, с одного продукта на другое, я могла кучу всего за день съесть. Сейчас этого нет, и прошлой зимой, собственно говоря, я не выбивалась из графика. У меня было максимум три приема пищи, чаще всего два. Это на обед и на ужин. Ну и иногда один раз в день, только вечером. Также я не стараюсь питаться за день очень разнообразно. Вообще у меня может в меню даже неделю держаться одно и то же. Например, вот если мне нравился салат в начале зимы морковка, тертая морковка, тертый корень петрушки, заправленный лимонным соком и маслом салатным, то я этот салат, наверное, просто месяц, он у меня был неизменный. То есть стабильно вечером я ела этот салат. На обед же, когда я приходила с учебы, и мне надо было бежать потом на работу, я старалась кушать что-то сладенькое, чтобы лучше работал мой мозг. То есть это были либо злаковые кашки, как я сказала, либо какие-то густые смузи из банана с ягодами, либо это были какие-то ореховые пасты, также с фруктами. Ну, в общем-то, что-то такое. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Вкусной вам зимы, дорогие сыроеды, особенно дорогие сибиряки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok